Здравствуйте! В нашей области существует около тысячи разнообразных самодеятельных коллективов, члены которых на общественных началах десятилетиями отдают себя творчеству. Причем они не только самореализуются, но и повышают общую культуру населения, а главное, умножают авторитет наших городов и деревень в стране и за рубежом. Однако мне часто задают вопрос, почему такие народные группы и ансамбли, например, танцы или песни, работают лишь на голом энтузиазме. Ведь люди вкладывают свою душу, силы в творчество, на благо региона, но не могут получить никакого официального признания. Сегодня в центре нашего внимания уникальное, бескорыстное народное творчество и отсутствие благодарности за него со стороны государства. По самым скромным подсчетам, самодеятельности занято до 10% населения, особенно в сельской местности. И это здорово, что юные, взрослые и пожилые граждане находят себя в искусстве. У нас в регионе есть немало коллективов, признанных на международном уровне. Только вот кроме грамоты, дипломов, они не имеют никакого официального признанного статуса. Мне кажется, это явно несправедливо. В 42 субъектах России действует такой вид поощрения, как присвоение звания, заслуженный и народный артист региона. Такие награды позволяют по достоинству оценивать личный вклад, как профессиональных коллективов, так и лиц из самодеятельности. Ведь наша страна не понаслышке богата талантливыми людьми. В каждом населенном пункте есть своя Людмила Зыкина или Марк Захаров. Многолетний вклад в развитие культуры родного края, города, деревни или села порой поощряется почетной грамотой ДК, или в лучшем случае администрации населенного пункта. Однако многие артисты из народа достойны государственных наград или поощрения на уровне региона в виде признания его таланта награждением почетного звания. У нас пока такого нет. В Архангельской области присваивают звание «Почетный работник культуры Архангельской области». Однако это звание по положению не может вручаться участнику самодеятельного коллектива. Но именно эта категория наших прекрасных и талантливых людей недоценена. Они это в любую погоду, при любых условиях, служат культуре бескорыстно и преданно. Не в каждую деревню приедет профессиональный артист. Но точно в каждой деревне есть люди, которые десятилетиями развивают и оккультуривают душу зрителя. Мне кажется, очень назрела необходимость введения этого вида поощрения и в поморье. Причем с такой формулировкой, которая бы позволила награждать артистов самодеятельных коллективов области, не имеющих официального трудоустройства в культуре и специального образования. Да, нужно продумать процедуру и критерии оценки. Стаж, квалификации, участие и победы в конкурсах и, безусловно, изыскать финансовые средства для выплаты разового вознаграждения. Многого им не нужно. Талантов с широкой русской душой, безусловно, ценнее признания и оценка их творчества. Людей нужно благодарить в расцвете их творческого пути, чтобы у нашей северной культуры было светлое будущее. До свидания.